РТИ «Колумбия» представляет телесериал «Тихие воды». В главной роли Хулио Хименес. В фильме снимались Хуан Карлос Гутьеррес, Хуан Себастьян Арагон, Луи Джайкарди, Патрисия Мальдунадо, Маргарита Ортега, Анна Мария Кампер, Фабиана Медина, Констанция Гутьеррес, а также Карлос Комготе, Патрисия Эрколли и Хулио Медина. Режиссер Аурелио Валькарсель Карол. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Нет, в это решительно трудно поверить, Фернандо. Похоже, Мартин – сущий дьявол. Скорее всего, да. Мне даже стало казаться, что все это время он смеялся над нами. Мы думали, что его душа отправляется к Всевышнему, а он скачал, как сумасшедший оглушил дом криками. Как бы мне хотелось присутствовать при этом и увидеть лицо твоей тещи и ее подруг. И еще ты сняла мне камень с души, потому что я уже была готова сама умереть. Что уж говорить обо мне. У меня сердце разрывалось от того, что Габриэла считала во всем виноватым меня. Я уже почти поверил в то, что мы убили его этим праздником. Как только смогу, навещу Мартино. Умираю от желания увидеть его. Пепита, ради Бога, хватит опрометчивых поступков. Пусть пройдет время, и Габриэла немного успокоится. Меня не волнует то, что она рассердится. Оставь свои страхи, Фернандо. Я готова взять на себя всю ответственность. Я обожаю Мартино. Он мне по душе. Я считаю его не просто другом, а близким человеком. Так что никто не запретит мне общаться с ним. Ни один человек не сможет помешать мне жить так, как я хочу. Потому что никто из вас, Габриэла, не побывал в моей шкуре. Не будь таким упрямым, папа. Ты ни на секунду не умолкаешь с тех пор, как пришел в себя. И вместо того, чтобы пить, лучше бы лег в постель. Вот где ты должен находиться в данный момент. У меня нет ни малейшего желания идти спать. Я и так слишком долго был с закрытыми глазами. У меня разболелась спина от лежания. Кроме того, в мои годы сон не так важен. Я хочу бодрствовать, чтобы жить. Ты долго не проживешь, если будешь злоупотреблять своим здоровьем. Ты бы предпочла видеть меня в гробу, чтобы освободиться от такой обузы. Признайся. Уверен, что ты уже готовилась к моим похоронам с этой кучей плакальщиц, которых запустила ко мне в комнату. Папа. Ты даже привела Падре Пифанию, чтобы он прочитал надо мной свои бредни. Ты уже простилась со мной, Габриэла. Ты прекрасно знаешь, что это неправда, папа. Я переживала за тебя, потому что я твоя дочь. И ни один человек не хочет потерять родителей. Никто так не обрадовался твоему выздоровлению, как я. Поэтому и боюсь, что все может повториться, папа. Я прямо сейчас отвезу тебя в твою комнату. А я не хочу в комнату, черт возьми. Единственное место, где мне сейчас хотелось бы оказаться, это Баралькала. Ты бредишь. Брежу? К твоему сведению, доченька, в один из вечеров я там здорово повеселился. И сейчас хочу забыть о седине и с удовольствием прожить время, которое мне отпущено. Дедушка, пожалуйста. Сколько мне еще осталось? Год? Полгода? Неделя? Несколько дней? Сколько бы ни осталось, я использую время с пользой для себя. А сейчас я понимаю, что в любой момент могу перестать дышать, и никто мне за это не скажет спасибо. Зачем тогда оставаться спокойным, как бревно? Я хочу прожить свою жизнь рядом с друзьями, которых люблю, и прежде всего, в компании Пепитрандерос. Я не пущу тебя к этой женщине, папа. Вы собираетесь продолжать спор, который затеяли в тот день, когда с дедушкой случился удар? Мама, иди сюда, пожалуйста. Мама, ради всего святого, держи себя в руках, не вступай с ним в дискуссию. Трудно молчать, когда он говорит столько глупостей. Мы не должны обольщаться, потому что это может быть временным улучшением. Постарайся отдохнуть. Мы позаботимся о нем. Роксана, значит, цепочка и камыши, которые были в моей руке, когда я очнулся, принадлежат тебе. Кто их вложил в мою руку? Это сделала ты? А вдруг это правда? И амулет действительно отдает свою энергию, дедушка. Кто тебе это сказал? Человек, который подарил его Роксане. Демиан Феррер? Демиан Феррер? Значит, Демиан снова был здесь? Да, сеньорита. Приходил. Но поскольку тебя никогда не бывают дома, естественно, не застал. Мама, я была в салоне моды. Что ты делаешь в этом злосчастном салоне моды? Что ты там потеряла? Мама, пойми, я хочу сотрудничать с кузеном Леандро. Кроме того, меня интересует дизайн одежды. Если тебя это интересует, выучись и открой собственное дело, чтобы ни от кого не зависеть. И уж тем более от полоумного Леандро. Какие красивые. Их принес сеньор Феррер? Сказал, что для меня, но, разумеется, он принес их тебе. Он не собирался вернуться? Он ничего не сказал, но, скорее всего, вернется, потому что у него особый интерес к этому дому. Но меня это устраивает, потому что он очень приятный джентльмен. Мама, я хочу отнести цветы в свою комнату. Ты позволишь? Конечно, ведь они твои, дочка. Вы обратили внимание на выражение ее лица. Ее охватывает волнение, когда она слышит имя Демиана Феррера. Да, похоже, она очень взволнована. Вне всякого сомнения, этот сеньор произвел на нее благоприятные впечатления. В любом случае, хорошо, что она, наконец-то, заинтересовалась кем-то другим, кроме Оскара Рейса. Почему, по-вашему, Рут не выходит из салона моды? Потому что увлечена дизайном? Или для того, чтобы любоваться своим кузеном Леандро? Нет, конечно. Она туда ходит ради этого парня, ради Оскара. Если бы она влюбилась в Демиана Феррера, я была бы счастлива. И все-таки не нужно торопиться. Вы не знаете, кто этот сеньор, и действительно ли он подходит, Рут? Он ей подходит. Я знаю, что происходит. Он хороший человек. Рассказал мне, чем занимается. Я пришла к выводу, что ему можно доверять. Он из хорошей семьи, с прекрасными манерами, материальным положением, что делает его завидной партией. Вы не боитесь ошибиться? Почему я должна ошибиться? А вам он не внушает доверие его? Дом семьи Уриба? Да. Да, Доник Брелла. Сейчас передам. Алло. Габриэла, как дела? О чем ты говоришь? Да. Да. Когда? Когда это случилось? Это невероятно. Но это правда. Вы привели меня в изумление, Тон Мартин. За все годы, что я работаю врачом, еще ни разу не видел такого внезапного выздоровления. Вы считали, что больше меня не увидите? Что к этому моменту я уже буду на два метра под землей? Если честно, у меня не было надежды на то, что вы поправитесь. Как вы его находите? Довольно хорошо. Немного повышено давление, а так все хорошо. Нужно провести некоторые обследования для полной уверенности. В чем вы хотите убедиться? Разве недостаточно видеть меня здоровым и сильным, как всегда? Не сомневайтесь. Лучше признайте, что врачи знают не все. А если бы знали все, то были бы богами. Я признаю, что шоуся, Тон Мартин, и все же настаивай на обследовании. Я не хочу, чтобы меня обследовали. Не хочу, чтобы из меня делали подопытного кролика. Единственное, чего я хочу, это чтобы меня оставили в покое. И когда придет мой час, не нужно пытаться продлить мне жизнь. Я не из тех, кто уверен в том, что будет жить вечно. София, открывай окно, пусть здесь немного проветрится. Добрый день, Дора. Добрый день. София и Химена дома? Только сеньора София, и Донья Химена ушла в церковь. Скажите, София, что я здесь, и что мне нужно поговорить с ней. Спрашиваю, сможет ли она вас принять. Я поищу Химену в церковь, а потом вернусь за тобой. Ты не мог бы подождать, Оскар? Нет. Я не могу ждать. Закончили мыть лестницу? Нет, сеньор, я иду позвать Донью и Софию. К ней приехали гости. Гости? Кто? Приехали Хуан и Оскар Рейси. Как вам пришло в голову сообщить ей? Вы ничего никому не скажете. Но я уже сказала, что сеньора София дома. Неважно, я сама ими займусь. Им здесь нечего делать. Роксана, иди сюда. Подойди. Какая ты красивая. Похожа на куколку. Моя куколка. Ты знаешь, кто я? Мой папа. Да, дорогая, твой папа. Твой папа, который так тебя любит и всегда думает о тебе. Я бы не расставался с тобой ни на минуту. Отпустите мою внучку Хуан Рейс. Почему я должен ее отпускать? Вы не имеете никакого права прикасаться к ней. Послушайте меня, сеньора. Это вы не имеете права разговаривать со мной в таком тоне. А как я должна с вами разговаривать? Как с порядочным человеком, которым вы сейчас прикидываетесь, надев на себя дорогой костюм? У вас и Оскара. Может быть, море денег. Но для меня вы навсегда останетесь бессовестными людьми, которые однажды проникли в этот дом под видом строителей. Сеньора. Что вы о себе возомнили? Что можете снова издеваться над нами? Ошибаетесь. София ничего не хочет о вас знать. Да и Химена никогда не вернется к вашему брату Оскару. Отпустите мою внучку, я вам сказала. Ваша внучка моя дочь, и у меня больше прав на нее, чем у вас. Вы вынуждаете меня силой выгнать вас из этого дома, Хуан Рейс. Оставь ее в покое, мама. А ты не вмешивайся. Бержись подальше от этого, сеньора София. Я не хочу ссориться с тобой. Мы поссоримся, если ты будешь вмешиваться в то, что касается Хуана и меня. Сделай одолжение, оставь нас одних, мама. Я ее уведу. Будь ты любезна, отдайте ее мне, Хуан. Он отец девочки, имеет право побыть с ней, пусть даже недолго, мама. Я ее уведу, потому что становится очень холодно, и я не хочу, чтобы она простудилась. Я не откажу тебе вправе видеть нашу дочь. Но не могу позволить посещать этот дом. У меня нет желания приходить сюда, потому что я презираю этот дом. Я приехал только потому, что хочу потребовать назад тебя и мою дочь. Потребовать? Разве ты считаешь нас своей собственностью? Думаю, наступил момент ответить на вызов, который ты мне бросила, София. Если, конечно, ты не забыла, что оставила шанс вернуть тебя. Сейчас я ни в чем не уступаю тебе. Возможно, экономически ты и на нашем уровне. Благодаря состоянию, которое получил, по были случаи, скажем так. Но по-человечески ты совсем не изменился. София. Я не уверена в твоей честности. И тем более в том, что ты меня любишь, Хуан. Ты не уверена? Я старался изо всех сил, чтобы стать человеком, достойным тебя. И ты не уверена в том, что я тебя люблю? Для меня не существует другой женщины, кроме тебя. Да? Тогда что ты мне скажешь о связях, приобретенных благодаря твоему финансовому положению? Как насчет синьориты Кати Куадрада? А сколько таких, о которых я не знаю, Хуан? Ты нечестен по отношению ко мне. Признайся, что это так. Можешь ничего не говорить об образе жизни, который ты ведешь. Вы с братом стали очень важными людьми. Теперь все говорят о том, что вы делаете и даже чего не делаете. Нет приема или праздника без вашего участия. Твоего и Хуана. Представляешь, что нас говорят. Это и понятно, ведь вы и София окружены нашими врагами. Начиная с твоей матери. Ты выслеживаешь меня для того, чтобы оскорблять мою семью? Я говорю правду. Я уверен, что твоя мать готова душу продать дьяволу, только бы отделаться от Хуана и от меня. Кроме того, я тебя не выслеживаю, Химена. Просто я был у тебя дома, и мне сказали, что ты в церкви. О чем ты хочешь поговорить со мной? Ты знаешь о чем. Я хочу, чтобы ты вернулась ко мне и заняла место, которое тебе принадлежит, место моей жены. Зачем тебе нужна жена? Если я прекрасно знаю, что все эти годы ты не был обделен вниманием женщин, у тебя их хватало, дня не проходят, чтобы тебя не встретили снова. Или это неправда? Ты меня обвиняешь в том, что я нечестен с тобой, а ты честна со мной, да и сама с собой. Легко говорить о холостом человеке, который по воле обстоятельств бывает в различных местах и не может избежать общения с женщинами. А ты здесь, в этой золоченой клетке, в которой тебя посадила мать. И тем не менее, ты не одна. Ты по-прежнему замужем за Фернандо Искандоном, и он имеет право навещать этот дом, несмотря на то, что должен был бы давно забыть о тебе. Не унижай еще больше мужчину, которого мы и без того оскорбили нашими отношениями, Хуан. Если есть в мире благородный человек, так это Фернандо. Что ты хочешь этим сказать? Ты собираешься по-прежнему оставаться его женой, забыв обо мне? Я не из тех женщин, которые играют мужчинами, оставляя или подбирая их, когда им это выгодно. Я мог бы поклясться, что именно это ты и делаешь. Мы причиняем друг другу боль, Хуан. Это несправедливо. Несправедливо то, что ты держишь меня на привязи. Однако не собираешься жить со мной. И я подозреваю, что отказываю мне в любви. Ты можешь отнять у меня дочь. Я бы не удивился, если бы ты предложила ей в отцы своего мужа. Поскольку я уважаю права, которые ты имеешь на нашу дочь, я ее еще даже не окрестила. Я хочу узнать, готов ли ты дать ей свою фамилию. Разве об этом нужно спрашивать? Я не только готов, но и требую, чтобы Роксана носила мою фамилию, потому что она моя дочь. Я бы не потерпел того, что она носила бы другую фамилию. Этого я бы тебе никогда не простил, София. Никогда бы не простил. Что ты из себя строишь? Ты позволяешь себе играть со мной в кошки-мышки. И при этом просишь соблюдать верность. Я не принимал обета целомудрия и не собираюсь оставаться холостяком, так как понял, что ты не хочешь возвращаться ко мне. Если тебя не устраивает то, что у меня могут быть отношения с другими женщинами, выполняй свои обязанности жены. Это мое право. Но я рада, что ты меня нашел, потому что я тоже собиралась встретиться с тобой, окончательно разобраться во всем. Но не для того, чтобы вернуться к тебе, а наоборот. Я хочу узаконить наш разрыв. Ты меня разлюбил, Химена? Ты меня больше не любишь? Люблю я тебя или ненавижу. Думаю, тебя это абсолютно не волнует. Иначе ты бы давно предъявил на меня права, как на жену. Как ты можешь так говорить, если сама потребовала разрыва наших отношений? Скажи, и ты меня любишь или нет? Пока будет существовать этот вопрос, забудь о разводе, потому что я не оставлю тебя в покое. Я не оставлю тебя в покое, клянусь, Химена. Если до настоящего момента я старался соблюдать условия нашего договора, то теперь приготовься, я буду следить за каждым твоим шагом. Я сделаю твою жизнь невыносимой, пока ты не попросишь меня вернуться или не докажешь, что разлюбило меня. Посмотрим, кто отныне будет больше страдать. О чем мы говорили с Оскаром? Разумеется, о том, чтобы я вернулась к нему. И что ты ему ответила? Ничего конкретного, потому что я в нем не уверена. Похоже, это привело его в отчаяние, и он пообещал сделать мою жизнь невыносимой. Сказал, что не оставит меня в покое до тех пор, пока я не приму окончательного решения. Это еще раз доказывает, что его поведение может быть более низменным. Может и так, но я бы на его месте уже давно так себя повела, если бы хотела вернуть его. О чем ты говоришь, Химена? Меня это вовсе не разозлило. Скорее, наоборот, мне нравится его решительность, мама. Я хочу, чтобы Оскар меня добивался, чтобы сделал мою жизнь невыносимой, чтобы боролся всеми силами за меня, потому что его безразличие убивает меня. Если он выполнит свои обещания, может, я и вернусь к нему. Теперь я вижу, что она стала женщиной, потому что ведет себя, как дьявол. Думаешь о встрече с Хуаном? Мне хотелось броситься в его объятия. К тому же он стал еще красивее. Я люблю его так же сильно, как и раньше. Но если ты не веришь Оскару, как я могу верить Хуану? Ты говоришь так из-за письма? Это не более, чем вульгарная анонимка. Хотя, наверняка, здесь есть доля правды, так ты считаешь? Но кто его прислал? Кто? Кто? Окончательный разрыв и аннулирование брака. Таков был ее ответ. Она даже упрекнул меня в том, что я не искал ее раньше. Но как я мог ее найти, если она все время убегала от меня? Столько ждать встречи, чтобы услышать всю эту чепуху. Но пусть даже не надеется, что может обращаться со мной, как с дураком. Я не только рядам я развода, но и не оставлю в покое. Дон Оскар, перестаньте возмущаться и садитесь за стол. Злостью сыт не будешь. Сядь, Оскар. Полагаю, у тебя тоже ничего не получилось, София. Скорее всего, они с Химиной договорились, потому что я услышал почти то же самое. Это даже нельзя назвать объяснением. Правда, мы договорились о том, что нужно окрестить Роксану. Как хорошо, что вы ее окрестите, Дон Хуанита. Это очень важный шаг. С этого и нужно было начинать. Наверное, она очень красивая девочка. Не знаю, наверное, это потому, что я ее отец. Но мне она кажется самой ласковой, самой красивой девочкой, которую я видел. Я несколько секунд держал ее на руках. И клянусь, мне было очень больно расставаться с ней. Я ни за что не откажусь от нее и от Софии. Это Доня Габриэла настраивает их против нас. Можешь не сомневаться, она говорила со мной, как со злейшим врагом. Эту синьору не смягчили никакие удары судьбы. Сейчас она еще злее и деспотичнее, чем раньше. Знаете, я начинаю ненавидеть эту синьору Габриэлу. А я вам говорила, нечего тут ждать, найдите их. Я ведь знала, что если сразу не помириться, то сделать это потом будет очень трудно. Но вы никогда меня не слушаете. Стали работать, работать. Взвалили на себя столько дел, что продыху не было. И, конечно же, ты еще воспользовалась этим преимуществом. Кентина, если мы работали так упорно, то делали это исключительно ради них. Но, похоже, их это не волнует. Для них мы остаемся теми же негодяями. Химена даже меня упрекнула в том, что я встречаюсь с другими женщинами. И правильно сделала. Потому что вы бесстыдник. Кентина. Это правда, Дон Оскар. Вы встречаетесь с этими синьоритами, которые ищут то, чего не теряли. И то же самое происходит с Доном Хуанитой, который терпит эту синьориту Кати, вместо того, чтобы послать ее к черту. Какая же она бесстыжая. Кентина, прошу вас, не вмешивайтесь в наши личные дела. Терпение иногда приходит конец. А вы его сейчас испытываете. Дон Хуанитой, не сердитесь на меня. Просто я очень хочу, чтобы у вас все было хорошо. Кентина, оставьте нас одних, пожалуйста. В чем-то она права. Как только мы получили это состояние, то с головой ушли в новые дела и обязанности. Мы забыли обо всем, кроме работы. Забыли о личных делах. И вот, пожалуйста. Теперь мы живем так, как ты мечтал. У нас завидное общественное положение, роскошный дом, огромное количество слуг, машины, предприятия. Мы влиятельные люди. Уважаемые многими, но не ими. Они не хотят возвращаться к нам. Так зачем нам все это нужно? Если мы оба по-человечески несчастливы. Теперь у нас есть все, но нет главного. Мы не можем заставить их вернуться к нам. Я заставлю Химена вернуться ко мне. Но другим способом. Она хочет, чтобы я дал ей повод для ревности. Она должна понять, что может меня потерять. Поэтому, начиная с сегодняшнего дня, я буду выходить в свет со всеми женщинами без разбору. У нее появится повод не доверять мне. И ты. Ты должен сделать то же самое по отношению к Софии. Во всем этом есть что-то, чего я не понимаю, Оскар. Я вовсе не бабник и не бегаю за каждой юбкой, которую встречаю на своем пути. Катя единственная женщина, которая позволила сблизиться со мной, но я никогда не выставлял на показ эти отношения. Кто мог сказать Софии, что я с ней встречался? Такое впечатление, что за нами кто-то следит и все им доносит. Похоже на то. Этот кто-то находится в стенах этого дома. Покое пришел конец. За моей спиной снова замаячили тени этих мужчин, Фернандо. Ты должна была быть готова к тому, что однажды они вернутся и потребуют свое. Хуан многого добился первым визитом. София решила окрестить Роксану под фамилией этого человека. Габриэл, это логично, и не стоит из-за этого горчаться. Он отец, и девочка должна носить его фамилию. Я боюсь этого сближения к Фернандо. И это касается не только Софии. Химена даже больше меня беспокоит. Похоже, она пришла в восторг от Оскара. Предупреждаю, ты должна быть готова ко всему. Не так-то просто плыть против течения. Ты должна быть благоразумной и не демонстрировать ненависть, которую испытываешь к этим людям. Сейчас они мне кажутся еще более омерзительными, чем раньше. Паршивые карьеристы, хвастающиеся состоянием, которое свалилось на них с неба. Я не выношу тщеславие этих новоиспеченных сеньоров. Их все не выносят, но общаются с ними из-за необходимости. В некоторых кругах, правда, их начинают принимать. И я не сомневаюсь, что очень скоро начнут даже преклоняться перед ними. К несчастью, деньги теперь значат больше, чем происхождение человека. Я не знаю, что делать Фернандо. Я была такой спокойной, уверенной в том, что избавилась от этих людей. Я прихожу в ужас от одной мысли о том, что снова могу потереть дочерей. И внучку. Я бы этого не вынесла. Говорю тебе, наберись терпения. Подозрительно то, что наши дамы не уступили их просьбам. Кроме твоей неприязни, что-то еще мешает Химене и Софии сблизиться с ними. Оскара Рееса часто можно видеть в сопровождении женщин с сомнительной репутацией, и которых интересуют только его деньги, поскольку он их с легкостью бросает на ветер. Его брат Хуан тоже не отстает. Правда, он действует более осмотрительно, но более аморально. Он принимает в особняке скандальную модель, которую зовут Катя Куадрадо. Разве могут такие типы рассчитывать на любовь уважаемых дам, таких как вы, Химена и София Лизондо? Химена и София Лизондо? Хуан, это ты? Хуан? Хуан. Хуан? Хуан. 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 Простите, сеньор. Черт возьми, сколько раз повторять, чтобы вы не поднимались, пока мы здесь. Уйдите. Я знаю, что ты удивлена, потому что мы уже давно не встречались. Но мне бы хотелось сделать это сегодня вечером. Пепа Донсель, что это? Да, пьеса Хасинто Бенавелли, имеющая сейчас большой успех. Извини, но я не готов идти в театр. Мне бы хотелось пригласить тебя в другое место. Тебе нужно шумное место? Например, гриль Париж в отеле в Сан-Франциско? Да, да, мне говорили. Там играют международные оркестры. Я бы согласилась на более интимное место. Нет. Нам нужно о многом поговорить. Да. Я тебя жду. Пока. Тебя пригласил Демиан Феррер? Нет, мама. Демиан исчез. Наверное, ему надоело искать меня. Тогда с кем ты разговаривала? Мама, ты же знаешь, что я тебя не обманываю. Сегодня я встречаюсь с Оскаром Рейсом. Клянусь, у меня разболелся желудок, когда она произнесла имя Оскара. Я заработаю себе язву из-за поведения дочери. Руд не понимает, что не должна общаться с этим синьором. Думая, она делает это нарочно, чтобы позлить нас. Она невыносимая, невыносимая. И Химена еще смеет думать о том, чтобы вернуться к этому человеку, в то время как он нагло преследует всех женщин, которых знает. Пусть преследует кого хочет, только не мою дочь, потому что она достойная синьоритой и не имеет никакого отношения к женщинам определенного типа. Оскар еще бессовестнее своего старшего брата. Правы те, кто говорят, что маленькие мужчины опаснее рослых. Хорошо, что ты у нас крупный, но вширь. Габриэлита, я знаю, что у тебя вызовет досаду то, что я скажу, но может, будет лучше, если Оскар помирится с Хименой. Тогда он перестанет таскаться с другими женщинами. Ты оберегаешь от него свою дочь и не жалеешь меня и Химену? Габриэлита, я так говорю только потому, что они женаты. Даже если они женаты, Химена не должна возвращаться к этому человеку. Я сделаю все возможное для того, чтобы аннулировать этот брак. Так что поищи другие способы для того, чтобы освободить свою дочь от ловушек этого мерзавца. Тут я тебе не помощница. Нет, я приехала не ссориться с тобой, пойми. Я сама не знаю, что делать. Рут умная девушка. Не могу поверить в то, что она попала в его ловушку. Повторяю, нужно запретить эту дружбу. Запреты не помогут. И потом очень трудно уследить за ней, ведь Оскар Рейс компаньон Лиандро. А Рут все время проводит в салоне под предлогом того, что интересуется модой. Говорю вам, я заработаю себе язву. Сожалею, что ничего не могу для тебя сделать. Это я сожалею, что приехала к тебе пожаловаться. Поеду домой, пока этот тип не явился за моей дочерью. Посмотрю, может, удастся помешать им. Так, так, безумный старик. Продолжайте курить, пить, полумаршничать. Может, удар повторится, и окочуритесь раз и навсегда. Ну да, единственное, что еще поддерживает во мне жизнь старая мумия, так это мои радости, мои пороки. В тот день, когда я от них откажусь, я умру. Вам должно быть стыдно, старый развратник. Я знаю, какой бедлам вы устроили в этом доме. Мало того, вы посмели посетить бар с сомнительной репутацией, где работает эта пличка, Рубеос. Рандерос, пипит, Рандерос. Рандерос, Рубеос, какая разница. У вас с этой синьорой слишком доверительные отношения. Вы ревнуете, старая мумия? Ревную, черта с два. Тетечка Ракель. Даже под расстрелом я бы не стала ревновать такого старика, как вы думаете, что говорите. Не отрицайте, что после того, как умерла эта чучела, ваш муж-калик, что вы пытаетесь подменить его мной, поэтому и упрекаете меня за мои похождения. Не будьте дураком, я навещаю не вас. И тем более вас не упрекаю. Выбей мне пустое место. Тем не менее, служанки мне рассказали, что вы плакали в три ручья, когда сочли, что я умираю. Если бы вы умерли, я бы танцевала от радости, только бы не видеть вас. Хоть бы уж Господь поскорее призвал вас к себе, чтобы вы варились в последнем году пятого круга ада. Тетечка Ракель, не расстраивайтесь, вам это вредно, идемте. Да, лучше вам уйти, Ракелита, потому что Эд, то уже ни в какие ворота не лезет. Поторопитесь, старая мумия, займите свой насест курятники, пока вас не застала ночь. Папа, прошу тебя. Спрячьте в своем убежище, глупая курица, а я, Филин, вдруг ночи еще могу летать. Значит, Рут ушла с ним? Да, синьора, он заехал за ней очень рано. Почему вы не попытались помешать Еву? Что я могла сделать, доня Ракель? Вы забыли, что я простая служанка и не имею никакого права давать указания вашей дочери. Я серьезно поссорюсь с ней. Лучше избегать ссор, это не имеет смысла. Не знаю, что делать иногда, меня так и подмывает сказать этого пармаоскора, что Рут его сестра. Ни в коем случае, доня Ракель. Это все равно, что признаться во всем. Но я прихожу в ужас, думаю о том, что между ними что-то произойдет. Ничего не произойдет, потому что, несмотря ни на что, Рут достойная девушка. Она не способна сделать что-то непозволительное. Доверяйте ей, ради Бога. Доверяйте ей. Я думала, что ты меня забыл, и я тебя больше не волную. Честно говоря, я не ждала от тебя этого приглашения. Согласен, я не уделял тебе внимания. Но неумышленный, тем более не потому, что ты перестала иметь для меня значение. Ты знаешь, какое место занимаешь в моей жизни. Почему ты не решаешься сказать правду, Оскар? Я знаю, что ты меня пригласил, потому что чувствую себя одиноким, несмотря на свой успех. Успех? Успех в чем? В бизнесе, в общественной жизни. Никакой успех не приносит удовлетворения, если в личной жизни все не ладится. Я встретился с Хименой. И что? Она не хочет возвращаться ко мне. Ей нужен развод. А ты этого не хочешь, Нитопли? Нет, не хочу. Потому что действительно ее любишь? Или из высокомерия? Я уже не знаю, что к ней чувствую. Иногда мне кажется, что я ее ненавижу за то, что она меня мучает. Но в любом случае, я не принимаю ее доводов. И хочу помучить ее так же, как она это делает со мной. И ты хочешь заставить ее одуматься, вызвав ревность ко мне? Нет, нет, нет. Я не хочу, чтобы ты подумала, будто я тебя использую. Ты без сомнения меня используешь, но это не важно. Я готова включиться в твою игру, если это ради твоего блага и ради блага Химены. Я могу помочь тебе без всякого ущерба для себя. Ты необыкновенная девушка, Рут. Нет. Не говори, что я необыкновенная. Иногда мне кажется, что я очень глупая. Мне бы не хотелось навредить тебе. Я не хочу, чтобы о тебе плохо говорили. Я пригласил тебя, потому что мне нужно было поговорить с кем-то, кто бы понял меня. Уверен, что ты меня понимаешь. Я хочу кое с кем поздороваться. Я дважды заходил тебе домой и вдруг встречаюсь здесь, в приятной компании. Я должен чувствовать себя разочарован? Нет, для этого нет причины. Джентльмен, с которым я здесь, всего лишь мой друг. Это тебе сказала Ракелита? Именно это. Я знаю, что должна была молчать. Но мой долг все тебе рассказать, чтобы ты знала, чего ждать от Оскара. Он преследует Рут. Сейчас он, скорее всего, с ней. И, разумеется, Ракелита в отчаянии, не зная, что делать. Химена, убеди себя, наконец, что этот мужчина подлец. Он не заслуживает того, чтобы быть твоим мужем. Возможно, этот джентльмен всего лишь твой близкий друг. Но, клянусь, он смотрит на меня так, будто хочет съесть. Только не говори, что он твой поклонник. Нет, он не мог бы быть тем, потому что женат на моей подруге. И она позволяет выходить вам вдвоем? Какая современная. Они расстались. Значит, это ты современная. Ты считаешь, что я легкомысленная женщина, потому что встречаюсь с мужьями своих подруг? Не передергивай мои слова. Просто я считаю тебя девушкой с широким взглядом на жизнь. Держу пари, тебя беспокоит ситуация твоего друга и его жены, и ты пытаешься помочь им помириться. Не знаю, как ты это делаешь, но ты все угадываешь. Я быстро делаю выводы. Еще могу сказать, что твой друг недоволен тем, что я тебя похитил. Лучше не оставляй его надолго одного. Ты здесь с кем ты и хочешь отделаться от меня? Я один. И мне будет очень грустно от того, что и сегодня вечером я не смогу насладиться твоим обществом. Это было счастливой случайностью. Все возможно. Идем. Я представлю тебя моему другу. Оскар, представляю тебе моего друга, сеньора Дамиана Феррера. Мы познакомились на Бобережье во время отдыха. Оскар Рейс. Как дела, сеньор Феррера? Приятно с вами познакомиться. Судя по фамилии, я уже догадываюсь, кто вы, сеньор Рейс. Махровая лицемерка. Вот кто такая Рут. Хотя все, кто видит ее наивное личико, утверждают обратное. Совсем недавно, во время отдыха, она говорила мне, что ее не интересует Оскар. И вот, пожалуйста. Стоило ему поманить пальцем, и она сразу бежит к нему, забыв о том, что он женатый человек. Возможно, они встречаются просто как хорошие друзья. Никто не может утверждать, что она пытается окрутить его Химена. Она пытается его завоевать с момента знакомства. Еще смело говорить, что ее беспокоит наш брак. Я бы не смогла жить без него. Я бы на твоем месте нашла его, лицемерка. Ты можешь не настраивать себя против Рут, Химена. Если ты так боишься, что она или какая-то другая женщина отнимет у тебя Оскара, вернись к нему. Если ты не с ним, значит, ты его не любишь. Я не могу изменить свое мнение о нем. Признайся, что тебя задели анонимные письма, которые мы получаем. А тебя они не задели? Скорее всего, их пишет та же Рут. Не смей так говорить, Химена. Рут порядочный человек и не способна так опуститься. Советую тебе хорошенько подумать о своих отношениях с Оскаром. Ты мучаешь себя без всякой надобности. И потом, я не понимаю. Ты его так ревнуешь и в то же время хочешь развестись с ним. Если бы я не была замужем, мне было бы все равно. Но пока мы женаты, он не может делать все, что захочет. Вместо прочим, я могу ответить ему тем же. Химена, пожалуйста. Моляю тебя, пока не разберешься, чего хочешь, не делай опрометчивых шагов, иначе потом будешь жалеть. А ты знаешь, чего хочешь в отношении Хуана? У меня другая ситуация, я не замуж за него. Но он отец своей дочери, единственный мужчина, которого ты любишь. Дора, отнесите девочку в комнату и уложите спать. Уже очень поздно. Иди, иди наверх. Я не буду сидеть, ложа руки, Оскар. Ты меня еще узнаешь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok